всем снова здрасте друзья сегодня хочу вам показать как я буду делать кронштейн для крепления вот таких вот светодиодных осветителей их у меня два штуки с регулировкой с регулировкой от холодного до теплого или наоборот света также интенсивность света аккумуляторы еще только едут с алиэкспресса вот этот осветитель сам я покупал на озоне называется он вот так вилтрокс л 116 у меня ты тут еще бы какой то есть вот жидкокристаллическим экранчиком выключатель собственно слот под аккумулятор здесь для питания разъемчик для 12 вольт он идет сразу с таким кронштейном для фото стоит там вот сейчас буду делать кронштейн ну свой то есть я уже этому убираем кронштейн не уже вырезал лазерщик такой полуметровый кронштейн здесь будут сверлиться отверстия здесь по бокам будут стоять соответственно осветители середине фотик мой это крепление на стойку будет и собственно облегчу конструкцию придам ей некой ажурности так сказать потом после всех сверлений это все дело на пескостройку тоже там корифаном и собственно полимерное покрытие матовое черное будет вот думаю должно получиться прикольно потом все это будет работать на улучшение качества как бы картинки в принципе света всегда не хватает и не очень прикольные видео получается а основную стойку напольную решил сделать из профтрубы 60 на 40 у меня был небольшой запасик ее от одной работы ну вот она в дело и пошла и 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Стойку окрасил в черный матовый цвет из баллончика на пару раз. Вот здесь можно видеть отверстие под втулку и, собственно, шпильку. Сейчас все это делу буду собирать в кучу. А куча, собственно, состоит из следующих деталей. Вот такая бабушка с разрезным отверстием. И шпилечками на 8 и на 10, которые закручены на локтайт. Также идет крепление алюминиевого кронштейна. Поворотная ось такая стальная. Это от авиационки небольшой запасик. Капролоновая втулка, собственно. Тут идут барашки, которыми будут заворачиваться оси. И затягиваться. С прямой накаткой все сделаны. Что тут еще? Ну, в шайбочке. Это такой стопорок, сделан из ключа какого-то китайского, который валялся в ящике. Последнее отверстие и согнут на крысь. Вот такой стопорик. Винт М8. Также хочу добавить, что основание стойки это 40 на 40 сантиметров. Вполне достаточно. На половине выдвинутой штанги, то есть 50 сантиметров, штанга метровая. На половине выдвинутой штанги груз 5 килограмм спокойно удерживается. Стойка не переворачивается. Где-то на сантиметрах 70 она начинает уже балансировать в сторону груза. Пытается клюнуть слегка носом, так сказать. Но у меня система гораздо легче, чем 5 килограмм. Где-то фотоаппарат где-то 200 грамм весит. Может быть, и того легче. Самая тяжелая аккумулятор 700 грамм оба аккумулятора для осветителей. Осветители сами вообще легенькие. То есть там даже 3 килограмма нет. Может быть, 2 максимума. Ну, не знаю, не уверен. Особо не взвешивалось, честно. Так что, стоит хорошо, устойчиво. Приклеены пяточки такие резиновые. Хотя и не на трех точках стоит, чтобы уверенно уже стоять. Но можно найти место. У меня пол не сильно ровный в гараже, но можно установить нормально. В принципе, меня это не заботит особо. Вот некоторые картинки без света и со светом. Расстояние примерно метр до объекта съемки. На фрезере немножко меньше. Где-то сантиметров 60. Ну, и на сверлилке тоже сантиметров 60 где-то. Вот, видно разницу. Она ощутима. Пока еще не настроил температуру, поэтому будет видно. Кстати, общий вес конструкции, ну, без фотооборудования, 10,5 килограмм, так, в общих чертах. Ну, и, собственно, так, небольшой проход. Показать вам, как это выглядит все в сборе. Да, вот, вы можете видеть, аккумуляторы пришли из Китая. Алиэкспресса 7800 миллиампер часов, 7800. Также от USB заряжаются. Хорошие девайсики. Светят прожектора, конечно, прикольно. Только единственное, я еще пока не уловил, как лучше настраивать цветовую температуру. Здесь все примеры были на температуре 5000 кельвинов. Как бы, по ощущениям, 4600 вроде как-то ярче даже выглядит, немножко потеплее. Но надо экспериментировать, в общем. Собственно, на этом все, что я вам хотел показать. Спасибо за просмотр, ребята. Всем удачи. Не болейте ни в коем случае. Берегите себя. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!